с миром как меня слышно хорошо станем все для молитвы царю и бесы утешители души истины их же везде сын яйца исполняет сокровища благих и жизни подателю приди в сели сяны и очистены от всяких скверных и спаси блажей души наши дорогой господь благослови нас на эти занятия слово твое да вселяется в нас обильно со всякой премудростью тебе за все хвала слава, честь и поклонение отец, сын и святой дух аминь 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 мир всем миром во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь Евангелие от Матфея 25 глава мы с вами остановились страница 180 первый том толкования блаженного Феофилакта итак от Матфея 25 глава с 1 по 5 стихи тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху из них пять было мудрых и пять неразумных неразумные взяв светильники свои не взяли с собой масло мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих и как жених замедлил то задремали все и уснули толкования под образом дев Господь предлагает притчу о милостыне дабы по причине великого достоинства детства кто не стал пренебрегать другими добродетелями зная же что без милостыни хотя бы ты был и детственник будешь извержен с блудниками и справедливо несострадательный и немилостивый извергается хотя бы он был и детственник потому что блудника одолевает естественная неизбежная страсть а немилостивого сребролюбия страсть не неизбежная и не естественная между тем чем слабее противник то есть страсть любостяжания тем непростительнее побежденный ею и глупь сребролюбец по тому самому что преодолевший телесное рожжение побеждается меньшую страстью сребролюбием сон есть смерть а замедление жениха означает что второе пришествие последует нескоро вопросы если есть какие по прочитанному или дополнение идем дальше 6 по 13 стихи но в полночь раздался крик вот жених идет выходите навстречу ему когда встали все девы те и поправили светильники свои неразумные же сказали мудрым дайте нам вашего масла потому что светильники наши гаснут мудрые отвечали чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе когда же пошли они покупать пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились после приходят и прочие девы и говорят господи господи отвори нам он же сказал им в ответ истинно говорю вам не знаю вас и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа который придет сын человеческий толкование в полночь последует вопль говорит господь дабы показать что пришествие его будет неожиданно так как в полночь мы все спим глубоким сном но оно будет вместе и своплен так как во второе пришествие вострубит труба светильники это наши души равно как и ум каждого есть светильник горящий тогда когда имеет делей добродетелей милостыню а значенные девы действительно глупые потому потому что искали Илея тогда когда уже не было времени для купли мудрые сказали им чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас потому что добродетели ближнего едва достаточно для его собственного оправдания а другому какую помощь она окажет каждый оправдается от дел своих а не ближнего юродивые пошли к продающим то есть к бедным и это имеет следующий смысл они раскаялись в том что не творили милостыни и теперь только узнали что от бедных нам нужно приобретать елей посему слова что они ушли к продающим чтобы купить елея означает то что они в душе своей обратились к бедным и стали размышлять о том какое доброе дело милостыня и как они по своему безумию грешили против этой добродетели но дверь была уже заключена для них ибо после настоящей жизни нет времени для покаяния и делания и Господь говорит им не знаю вас потому что человек любивый и милостивый он не знает безжалостных да и в самом деле как знать ему чуждых ему и не похожих на него знай также и то что всякая душа имеет светильник и свет от Бога и что все восстанут для встретения Господа ибо все желают встретить его и соединиться с ним но тогда как Бог дает свет и озарение мудрые души подливает к нему илей добрых дел а у юродивых оставляющих светильники без илея от нерадения они гаснут и эти души отвергаются как не имеющие добрых дел которые могли бы возжечь находящийся в них свет итак если мы не делаем добра то гашаем себе свет Божий ну вот вспоминается случай из жизни что на этой главе на 25 он был мармоном обратился стал православным Игнать Тихоныч это у вас было насколько я помню с Геннадием фастом то есть неправильное понимание со стороны сектантов а вы преподали именно православное оттолкование расскажите как это было это было записано на магнитофон тогда этого не было ни с хайпов ничего не было и оно у меня полностью все напечатанное в книге надо будет ссылку сделать в каком томе это полностью вся беседа получилось так что у нас одна душа обратилась там а через нее там от Петерима пришла еще одна Катя Деврышадзе грузиночка но мы им сказали вы все приняли но пока не уходите там тайно ученики у баптистов были они а в это время приехал Геннадий паст к ним а он руководил группой молодежи баптистов а сам из минонитов минониты он не мормон ну и вот они решили его пригласить к нам а там уже что-то заметили стали перекрывать ход но они где-то нашли там выход быстро быстро и мы где-то в пол пятого утра только закончили беседу вся беседа записана так что я ничего говорить не буду чтобы не попортить ну конечно места писания он говорит я ему сказал какие места писания так знаете чтобы твердо стояли он говорит ну какие там о десяти девах ну давай говорит он начал говорить а у нас народ сидит отовсюду приехали люди я сказал он говорит в конце Игнатий говорит ложь я так как так ложь наш братья все время проповедует он говорит а вот почему смотрите вы проповедуете и говорите что братья сестры не спите вот видите что значит духовно ослабели уснули а где это какой укор а за то что они уснули то за это то укора то нету правда нету они посмотрели нету но так а что означает уснули а что означает уснули а и задремали уснули значит друг наш Лазарь уснул умерли ввиду того что пришествие Христа отложено было на 2000 лет позже а задремали это ослабление наших сил жизненных земля зовет к себе ну и дальше уже стали говорить что такое елей когда вышли они на торжище почему нельзя никого взять это второе коринфянам 5-10 судимых каждый соответственно тому что он делал вот это все слова то надо держать я вот сегодня попутно хотел сказать ты стал молиться и говоришь дорогой господь а такого слова дорогой нигде нету ты запомни это у баптистов молятся так дорогой ни в библии ни у святых отцов ни в канонах ни в молитвах ни в молитвах ни в службах нигде этого нету милующий господь милующий можно сказать вечный создатель ну то есть слова существует я попутно сказать ну и вот к утру он понял я говорит понял что у нас от ума а здесь идет от Духа Святого толкование я говорю в двух непреложных вещах которых нельзя Богу солгать что это двое непреложных вещей он тоже не смог сказать о крещении я говорю какую тему вы вообще можете твердо сказать и держаться за нее он думает что баптисты баптисты это что означает крещеная не по вере по вере это они добавляют при том вся молодежь все говорят баптисты это крещеная по вере переводится нету этого слова по вере это просто погруженный погружение погружение независимо от того это во имя Христа или просто купался это крещение погружение слово погружение ну он говорит тогда избрать надо тему о крещении стал говорить Я говорю, покаялся человек Его поздравляют? Да Но он спасён, покаялся Ну, конечно А зачем вам крещение тогда? Это значение только Значок Главное, что ты окончил нет университета А этот поплавок-то может и без него Крещение, я говорю, прощаются грехи? Нет А баптистов все, нет Я говорю, а как нет? Именно крещение, это завершающий акт рождения свыше Он трёхступенчатый А где это написано? Там, где они сказали, что нам делать мужи и братья И Пётр говорит, Деяние 2.38 Покайтесь Я говорю, вы говорите, покаялся Он просил грехи, Господь Покаяние, да, тут не написано Покайтесь Дальше И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа Для прощения грехов По-вашему, для прощения грехов Покайтесь для прощения грехов И докрестится каждый из вас Обещание Богу дорого и совести И получите дар Святого Духа Ну и всё Я говорю, вот Саввел идёт К Дамаску приближается Его света сиял И вот на три дня не пил, не ел Он уже покаялся, конечно Спасён был Ну раз покаялся, значит спасён А Анания, я говорю, пришёл и говорит 22.16 Деяния Брат Саввел, что ты медлишь? Что ты медлишь? Медлишь Встань, крестись, а мой грехи твои Где его грехи были? Он его братом Саввлом назвал уже Где грехи на нём? На нём всё рассыпалось А почему? Встань, крестись скорее Потому что ты можешь умереть Ты ещё в грехах Ну а дальше уже Он поехал к отцу Александру Пивоварову Он у него духовный отец У которого мы учились на священника Три брата Вот Ну вот так вот Главное не искать своего Что он обратится Что он покается Что станет православным Никаких признаков не было У него Он в это время был преподавателем Томского университета Физик-математик Молодой сотрудник Вот так Господь делает А тут его, кажется, в армию призывают Он приехал, что делать? Дальше уже у нас Другая тема началась Я сразу же приучал Никогда, нигде Даже малейшие лжи не допускайте Никогда И нигде А потом он приехал С Лидой Девушка такая была Она никто Просто записывала его В будущем станет жена И мы в Прокопис поехали Он будет крещен полным погружением Потом вот приблизится И станет верующим крепким Потом магистром стал Закончил семинарию, академию А теперь доктор богословия Богословие лечит у нас Спаси Христос Аллилуйя Продолжим далее От Матфея 25 глава С 14 по 19 стихи Ибо он поступит как человек Который, отправляясь в чужую страну Призвал рабов своих И поручил им имение свое И одному дал он пять талантов Другому два Иному один Каждому по его силе И тотчас отправился Получивший пять талантов Пошел, употребил их в дело И приобрел другие пять талантов Точно так же Получивший два таланта Приобрел другие два Получивший же один талант Пошел и закопал его в землю И скрыл серебро господина своего По долгом времени Приходит господин рабов И требует у них отчета Талантования Сказав выше Что неизвестен день второго пришествия Господь прилагает Притчу сию Показывая, что он придет Внезапно Ибо подобно человеку Отходящему в путь Господь призвал рабов своих И дал им заповеди Отходящим же Называется Соделавшийся для нас Человеком Христос Или потому, что Вознесся на небеса Или по той причине Что долго терпит Не вдруг требуя от нас Но ожидая отчета Рабы его Те, коим верено Служение Слова Как то Архиереи Иереи Иереи Дьяконы И все Приявшие дарования Духовные Одни Больше Другие Меньшие Каждый по силе Своей То есть По мере веры И чистоты Ибо какой сосуд Представлю я Богу Такой И влагает он мне Дар свой В малый сосуд И дар малый Великий Великий Приявший пять талантов Тотчас отошел И стал трудиться Такова тщательность его Что он ничего не пренебрег А тотчас стал трудиться Удвояя принятый дар Удвояет же данный ему дар Тот Кто получив Или дар Слова Или богатство Или власть Или иное какое Знание И способность Приносит пользу Не себе Только Но старается Быть полезным И для других Напротив Закопавший талант Землю Есть тот Кто думает Об одной Своей пользе А в пользе других И не помышляет За что он будет И осужден Даже если увидишь Даровитого И старательного Человека Но дарование Свои Употребляющего Зло Для своих Выгод На обманы И на предметы Земные Считай его Человеком Закопавшим Талант свою Землю То есть В предметах Земных Спустя много Времени Приходит Давший Своё Стеребро То есть Или божественные Слова Солом 11.7 Или Всякое Дарование Украшающее И прославляющее Человека Вопросы По прочитанным Стихам Может дополнения Какие будут Игнать Тихонович Есть что Сказать По прочитанным И там У меня маленькую Ой Кто-то подарил Мне маленькую Книжечку Ну такого формата Прям совсем маленькая Поговорки и пословицы Которые основаны На Слове Божием И вот одна из них Такая Человек Чем-то обладал А потом Как-то повёл себя Не так Ну что Говорят С него спрашивают Зарыл свой талант В землю И вот Зарыл талант Именно зарыл И талант Я вот так хотел сказать Это одно из мест Которое крепко Вошло Во пехот В лексикон Ну по крайней мере У русских людей Что сказать А я Вот монашество Это всё монашество Как раз под это попадает Я как-то сделал Такой реестр Всем притчам Которые Христос говорил Ну все Царство небесное Подобно Женщине Которая взяла Там закваст Там Перемеры муки Положила Ну все притчи взял Ни одна притча Ни одна притча К монашеству не подходит Нигде не написано Что Царство небесное Подобно тому Как человек Которому Хозяин дал деньги Пошёл Зарыл его И целый вынес Он не потерял веру Он верил И получил одобрение Нет этого Я Каждую притчу Постарался Подвести Подмонашество Каким-то путём Нигде нету И не может быть Чтобы запереться Никому не говорить Просидели Как говорят Профухали время-то А вот она и Два миллиарда Под боком Ворочается Два миллиарда Это могли быть Православными А ничего этого нету Теперь только одно Одевайся Как в простыне Потихоньку На кладбище Возле забора Спасибо Христос Так Ещё Будут вопросы какие-то Нет пока Ну Читаем комментарии Пространные Начиная с грехопадения В раю Человек По наущению Дьявола Пытается Улучшить В кавычках Замысел Божий В отношении Самого себя Подправить Сделать более Совершенным Слово Божие Исайя 55 8-9 Мои мысли Не ваши мысли Не ваши пути Пути мои Говорит Господь Но как небо Выше земли Как пути Мои Выше путей Ваших И мысли мои Выше Мыслей Ваших Цитата Закончилась Бог не нуждается В советниках Корректировщиках Своих Слов Раб Божий Моисей Изменил Четыре слова В прямом указании Божием Погрешил Языком Своим Издав Лишние Звуки Исход 17-6 Вот Я стану Пред тобой Там На скале В Хариве И ты Ударишь Скалу И пойдет Из нее вода И будет Пить народ И сделал Так Моисей В глазах Старейшин Израильских И вот Как это Выглядело У боговица На практике Книга Чисел 20-я Глава 10-й И собрали Моисей И Арон Народ К скале И сказал Он им Послушайте Непокорные Разве Нам Из этой Скалы Извести Для вас Воду Псалом 105-й 32-й 33-й Стихи И Прогневали Бога Увод Миривы И Моисей Потерпел За них Ибо Они Огорчили Дух Его И он Погрешил Устами Своими И Грозный Божий Ответ Сокрушил Замысел Моисея Найти Покой В Обитованной Земле Четыре Слова Перевесили Сорок Лет Верности Богу Бог Сразу Сказал Ему Второзаконие 32-52 Пред Собою Ты Увидишь Землю А не Войдешь Туда Землю Которую Я даю Сынам Израилью Какой Печалью Наполнилось Сердце Вождя Израильского Сколько Раз Он мог Перебирать В памяти Всю Грамматику Фонетику Своего Языка Бог Не Любит Когда Мы Расширяем Слова Веренные Им Особенно Для Тех Кто Считается Руководителем Подобная Катастрофа Постигла Исаула Получившего Прямое Указание Полностью Уничтожить Все Что Попадет К нему В плен Но Первый Царь Евреев Решил Подправить Инструкцию Данную Иеговоль И сделать Лучше Лучше Скот Принести В жертву Не чужому Но своему Любимому Богу Саваофу И Бог Мгновенно Отверг Его И притом Навсегда Хотя Тот И Раскаивался Первая Книга Царств 15 Глава 23 Стих Ибо Непокорность Есть Такой Же Грех Что Волшебство И Противление То же Что Идолопоклонство За то Что ты Отверг Слово Господа И он Отверг Тебя Чтобы Ты Не был Царем Над Израилем Первая Царств 15 35 И более Не видался Самуил Саулом До дня Смерти Своей Но печалился Самуил О Сауле Потому что Господь Раскаялся Что Воцарил Саула Над Израилем Может быть Человека Спасет Не знание Содержания Библии А Библия Это единственное Что называется Словом Божиим Все остальные Книги Все до единой Не имеют О себе Этой Печати Все Должно Сверять Только С бессмертной Вечной Библии Быть может Это нас Не касается И эти Две Потрясающие Истории Остались В древности Вопрос Старайтесь Развивать Своё Воображение Мыслить Божьими Категориями Его Замыслами Апостол Павел Перечисляет Ветхозаветные События Не для того Чтобы мы просто Знали историю Но для того Чтобы мы стали Участниками Её И всё Что было там Это непременно Будет с нами 1 Коринфянам 10.6 А это были Образы Для нас Чтобы мы Не были Похотливы На злое Как они Были Похотливы 1 Коринфянам 10.11 Всё это Происходило С ними Как образы А описано В наставлении Нам Достигшим Последних Веков Эти стихи Должны Выучить Наизусть Все От патриарха До кухарки Если человек Верит Что есть Бог Всемогущий И что Он Сотворил нас И что Он Будет судить Нас И что у человека Есть вечность После смерти Которую Он сам Определяет Сегодня То остаётся Только один Выход Ежесекундно Сверять Свою жизнь Из Библии По которой Нас Бог Будет судить Там На суде Божьем Никто Никому Не поможет Даже Самая близкая Дружба Со святыми Не приблизит Человека Ни на шаг Ко спасению На суде Божьем Евангелие От Иоанна 12 глава 48 стих Отвергающий Меня И не принимающий Слов моих Имеет Судью Себе Слово Которое Я говорил Оно Будет судить Его В последний День Иеремия 15 1 И сказал Мне Господь Хотя бы Предстали Пред лице Мое Моисей Самуил Душа моя Не преклонится К народу Сему Отгони Их От лица Моего Пусть Они Отойдут От Матфея 12 37 Ибо От слов Своих Оправдаешься И от слов Своих Осудишься Христос Иисус Верил Служителям Своим Гостинникам Только Два Динария Никаких Других Монет Только Два Завета То есть Библию И добавил Что Получишь Награду Если что Истратишь Своё Сверх Веренного То есть Потрудишься В истолковании Библии У апостолов Была Четкая Программа Нести Слово Божие Всюду И Везде И проповедь Их Как шум Вот Многих Наполнила Вселенную 2 Тимофей 4 2 Проповедуй Слово Настой Во время И не Во время Обличай Запрещай Увещавай Со всяким Долготерпением И назиданием Сегодня В православии Нет практически Ни одного Полноценного Служителя Слова Все хотят Быть служителями Алтаря Сшить одежды С широкими рукавами Как стеной Отгородиться От народа Римлянам 10 17 Итак Вера Отслышания Отслышания От Слова Божия О, если бы Священники Помнили Слова Ежедневно Эти слова Ежедневно Ежечасно Но никогда На Руси Эти слова Не имели Хождения В народе Из пяти органов Чувств Бог избрал Слух Через слух Совершилось Грехопадение Девы Через слух Благую Весть Отсущего Приняла Дева Мария И церковь Христова Была образована Через проповедь Через служение Слова Слово Священодействие Сегодня Относят Ко всему Что совершается В алтарях В церкви Священниками И архиереями К тому Что действует В основном На зрение Обоняние Вкус И осязания А если Касается Слуха Речь идет О театральных Руладах Наемных Безбожных Певцов Но Вера Отслышания И не просто Слышания Чего-то Но Слово Божие То есть Слов Духа Святого Запечатленных В вечной Книге Библия И это Проповедь Библии Кто бы Не нес Ее И где Бы не Свидетельствовал О Христе Есть Великое Священно Действие Слово Божественный Высев Осия 4.6 Истреблен Будет Народ Мой За Недостаток Ведения Так как Ты Отверг Ведение То Я Отверну Тебя От Священно Действия Придо Мною И как Ты Забыл Закон Бога Твоего То Я Забуду Детей Твоих Рим Римлян 15 16 Быть Служителем Иисуса Христа У Язычников И совершать Священно Действие Благовествование Божием Дабы Сие Приношение Язычников Будучи Освящено Духом Святым Было Благоприятно Богу Ну Вот Хотелось бы Немного Дополнить Что Не так давно Патриарх Кирилл Выступал И говорил О врагах Что Враги Любите Врагов Ваших Но Это Горит Не относится Тем Которые Нападают На нашу Родину То есть Подправляет Слово Божие Что Нужно Родину Защищать Идти Воевать И благословлять Все это И Более того Это Оружие Различное Окропляет То есть Безумию Нет предела Далее Продолжим Если Священники Отвергают Живую проповедь И упражняются В ней То Согласно Слово Божию Этих Вышесказанных Слов За то Что они Отвергли Священодействие Служение Слова Бог Давно Отверг Их От Священодействия Кадила Малахия 2.2 Если Это все Это все Их Достоинство Достояние И не было Даже Двух Одежд У апостола Павла Был плащ То есть Филон Это Никакая Несвященная Одежда И Бог Евангелие И Собирать какой-нибудь иконы, как у Святогорского монастыря при могиле Пушкина блаженному отроку Тимофею. Это место явления иконы и обозначит, где быть храмом. Нам сразу же нужны будут кадила, свечи, ризы, тип иконы и прочее, и прочее. Полный реестр сегодняшнего оборудования храмов. Повеление Божие еще не началось выполняться. Идите по всему миру. Все делается пока только для того, чтобы закрепить свое стояние на одном месте, превращение столпников с больными ногами. Быть служителями Слова и не нести его миру. Эту заповедь Божию в России услышали едва ли 10 человек за 10 столетий. Стефан Пермский, Иннокентий Московский, Николай Японский, Макарик Лухарев и их помощники. Все остальное, что было на территории России от первого Владимира до сегодняшнего Владимира, ни в ангельский путь, ни по Слову Божию. Храмы и все необходимое для богослужения должно появляться после обращения людей, после живой проповеди. А этого не было. Нет и, похоже, никогда не будет. Потому что Библия у православных позабытая и заброшенная книга. И все, что люди делают не по Библии, есть свидетельство их глупости, невозрожденности, плоды суи мудрого ума. Современные православные пастыри не два слова или четыре добавили к повелению Божьим, но полностью скрыли Слово Божие. Восстали против благодати призывающей, против благодати обращающей, пытаясь все сконцентрировать на благодати освящающей. А это есть не просто неевангельский путь, а антиевангельский, ни в какое Царство Небесное не вводящий. Путь Царства Божия один. Это Христос и Слово Божие. Евангелие Пиана 14,6. Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Комментарии закончились. Ну, здесь все сказано. По Слову Божию. Тут добавить нечего. Ну, просто здесь вот видно во Франции, сектанты ходят, раздают. Яговисты. Настолько активные. Есть русскоязычные, а есть французы. Православных нигде не увидишь. И тут священник тоже с местным беседовали. Он говорит, а нам не надо ходить, это сектанты ходят. Зачем нам ходить? Ну, тут вот такой проповеди, конечно, простора нет, как, допустим, в России. А яговисты пользуются чем? Раздают просто свою литературу. Ну, и так наедине что-то говорят. А чтобы так публично встать, вот это уже не положено. Они тут придумали, конечно, что это может разжигание, там, между религиозными, там, людьми, там, как-то это все они вот так вот делают. Но сектанты видно, есть и баптисты тоже, просто даже в центре города они идут, песнопения поют, тоже как у них какой-то там праздник. А с кем-то беседуют так, литературу раздают. Православных нет. Вопросы, может, у кого-то? Виктор, но вы там держитесь, покажите им православного, пропопроведуйте. Что же вы так это сказали, как бы, а вас нету в стороне, получается. Одно дело указать, дорогой. Ну, здесь я пытался, раздавал листовки тоже. С русскими беседуем, визиточки раздаем. Русских не так много, но есть тоже. Так, продолжим дальше. Двадцать пятая глава от Матфея, с двадцатого по тридцатой стихи. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит. Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел, получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, И собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, А у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав себе, возгласил, Кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование. Обоих употребивших на труд данное Равно хвалит господин. Под именем благого Разумеет человека любивого и щедрого, Который благость свою простирает и на ближних. Говорится же, что Оказывающиеся верными в малом Будут поставлены над многим. Потому что, хотя и здесь мы получаем дары, Но они ничтожны в сравнении с будущими благами, Которых удостоится Употребивший надлежащим образом талант, Принятый от Бога. Радость Господа означает то Непрестающее веселье, Каким веселится Бог, по словам Давида. В Салом 103, 31 О делах своих Так радуются и святые о добрых делах своих, Когда как грешники скорбят И бесполезно раскаиваются о своих лукавых. Радуются святые тому, Что имеют столь богатого Господа. Дурной и ленивый раб отвечает иначе, Так, как свойственно ему отвечать. Он называет Господина жестоким, Подобно тому, как ныне многие из учителей говорят, Жестоко требовать послушания к людей, К которым Бог не вложил покорности, Ибо это значит слова Жнешь, где не сеял, То есть, кому ты не сеял естественной покорности, От того требуешь покорности. Называя же Господина жестоким, Раб осуждает самого себя. Ибо если Господин жесток, Как говорит раб, То рабу надлежало более стараться и страшиться, Как имеющему жестокого и немилостивого Господина. Потому что, Потому что если он требует чужого, То тем более потребует своего. Посему надлежало и тебе умножать то, Что ты получил, И образовать учеников, От коих Господь потребует должного. Ибо рабу свойственно отдавать полученное, А Господу требовать отчета от каждого. Но раб говорит своему владыке, Заповедь твою нашел я жестокую, Потому что ты требуешь послушания от людей, Которым не дал естественного расположения покоряться слышанному. Посему боясь, чтобы слово наставления моего не оказалось напрасным, Я не заботился о других, А только о себе. Ученики называются торговцами, Потому что передают другим учения. Лихва требуемая от них, Есть исполнение учения самым делом, Ибо ученик, принимая от учителя учения, И сам пользуется им, И передает оное другим, И присовокупляет нему еще лихву, То есть добрые дела. И так, А плукавая ленивая раба Отнимается дар. Ибо кто, приняв дар на пользу другим, Не употребляет его по назначению, Тот и сам теряет этот дар, А пекущийся от других Приобретает еще больше, Так как ему дана будет И преизбудет большая благодать. Этот же погубил его Своей ленностью и небрежением. Кромешную тьмой называется Место, не озаряемое Божественным светом. Вопросы по прочитанным стихам. Дополнение, может быть, Комментарии. Идем дальше. Божьи таланты, Данные для приращения, Должны быть рассмотрены, Чтобы не произошла Подмена Божьих слов. Он дал слово свое, Наградив определенными талантами, Силой и убедительностью Этого слова. Иоанна 5, 24 Истинно, истинно говорю вам, Слушащий слово мое И верующий в пославшую меня Имеет жизнь вечную И на суд не приходит, Но перешел от смерти в жизнь. От Луки 6, 47 Всякий, приходящий ко мне И слушающий слова мои И исполняющий их, Скажу вам, кому подобен. Четыре Евангелия Иисуса из Назарета Переполнены словами Слово мое Слышали от меня От Луки 12, 3 Посему, что вы сказали в темноте, То услышится во свете, И что говорили на ухо внутри дома, То будет провозглашено на кровлях С крыши, то есть с колокольни Возвестятся слова Божии Носителями света. Над миром слышится Македонский крик Дайте свет, люди гибнут без креста. Деяние 16, 9 И было ночью видение Павлу Представ некий муж Македонянин Прося ему, говоря Приди в Македонию Помоги нам Зависла Зависла В языке Который слышит только Глухое бормотание Произошла чудовищная подмена Истинными человеческими вымыслами Таланты люди и не получили И не развили И в этом вина полностью падает на пастырей Но так как Бог сказал слово Что Евангелие должно распространяться в народах Не ограничиваясь храмами То это слово его никогда не умрет И если его не несут официальные храмовые служители То его понесут другие Но уже со своими примесями Исайя 55, 1 Так и слово мое Которое исходит из уст моих Оно не возвращается ко мне тщетным Но исполняет то, что мне угодно И совершает то, для чего я послал его Появились тысячи сект У которых Библия в руках И уста не закрыты для проповеди Евангелия А они все могли быть православными Если бы об этом позаботились Служители алтарей Но Библия оказалась закрытой Завернутой Закованной И слово Бога не приносит Никакого превращения для православия Его убили И распяли архиереи и священники Проходящие мимо самаряне Делают превращение этим талантам Книга пророка Даниила 2 глава 44 стих И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство Которое вовеки не разрушится И царство это не будет передано другому народу Оно сокрушит и разрушит все царства А само будет стоять вечно Комментарии закончились Игнат Тихонич Добавите что-нибудь Добавить что? Исполнять надо И никаких Причин не надо искать что нельзя Начать с малого С домашних И расширять Узнать какие соседи Где-то бываете Какие-то встречи Где-то русские люди собираются Вот русская эмиграция была После гражданской войны Они сразу образовали общество Там кладбище Отдельное все И можно было свидетельствовать Не просто сидеть где-то в закутке И лолиту писать А прямо по Евангелию Начинать С нуля Это даже и хорошо Что ничего нету Но будут препятствия В лице священников конечно Это первое Они не могут выйти из этой упряжки Что осла привезти надо Свободным Они насыпляли столько Там ящиков разной тары Что садиться негде Христу Все придумано так Я все принимаю Ничего не отвергаю Ну Первоначально это период Надо сначала научить И я считаю Писал об этом Что священники должны Выспать Включить это Проповедовал или нет Благовествовал или нет Пришла ли какая душа Это уж ты не знаешь Я слышу Да Это пропадает Голос у вас Ну Зависает Ты сейчас говорил А потом перестал говорить Сидел Просто сидел Зависает Ну вот так Начинать надо Не ждать Когда Более благоприятные Условия будут Считать нужно Условия Вполне Подходящие Да Никто не слушает Ну а тут уже Зависит от тебя Сегодня не слушает Завтра послушает А Еремия говорит Будут слушать Или не будут А ты иди Говори Вот уличный проповедник В Америке Особенно С этого началось Стоит там где-то На тумбе Или на бордюре На парапете И говорит А милиция Полиция Подходит И говорит Ты Ладно Мы тебя не трогаем Ну маленько Потише Говори О как боятся Он еще громче Стал кричать Подошел Один ударил Его А он продолжает Говорить Вот это же Пример нам Оставлены Я сегодня Посмотрел Ролик Мне скинули Ну не мне Тут общий был Как свидетели Иеговы Так называется Эта секта Здесь громят Выпиливают Двери Болгаркой Ломиком Выворачивают Сразу Больше Ста тысяч Человек Сделали Преступниками Я не знаю Кому как А мне Совсем Не подходит Это Это только Начало Нам-то тоже Недалеко От этого Зачем Ломают Все Подкидывают Материалы Нашли Экстремистские Это плоды Дворкина Это он Все Везде Все Секта 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 Помешались На этом Здесь одно Надо идти Благовестовать Вот Григорий Чудотворец Говорит В их Времена Было Так Торгует Там Православная Или Православная Покупает А там Арианя Спрашивает А почему У тебя Петрушка Она Отвечает И все Таки Христос Это Истинный Бог Они Забывают Что Продают И покупают Сражения Идут Пока На духовном Уровне И Ни День Ни Два А везде И все Так Горели Огнем Желали Чтобы Истина Восстановил Господь И Господь Восстановил Арианство Ушло В прошлое Здесь Что добавлять Все Ясно Собирай Гритманатки И иди Проповедуй Спасибо Христос Вопросы Есть Какие Еще У кого Идем Дальше От Матфея 25 Глава 31 По 33 Стихи Когда Жи Приидет Сын Силовеческий Во славе Своей И Все Святые Ангелы С ним Когда Сядет На Престоле Славы Своей Соберутся Пред ним Все Народы И Отделит Одних От Других Как Пастырь Отделяет Овец От Козлов И Поставит Овец По Правую Свою Сторону А Козлов По Левую Толкование Так Как Первое Пришествие Господа Было Неславно И Сопровождалось Бесчестным Поруганием То О Втором Он Говорит Когда Приедет Во славе Своей Ибо Второе Пришествие Его Будет Сопровождаться Многою Славой И Страхом Великим Воинство Ангельское Будет Служить Ему Прежде Сего Господь Отлучит Святых Апостолов И Всех Правильных От Грешников Освобождая Их От Грядущего Страха И Потом Поставит Будет Говорить К Ним Овцами Называет Святых По Кротости И потому Что Они Доставляют Нам Плоды И Пользу Как Овцы И Дают Пищу Шерсть И Молоко То есть Пищу И теня И Покров Духовной Одежды Грешников Грешников Называют Козлищами Потому Что И Они Ходят По Сремнинам И Они Беспорядочны И Бесплодны Как Козлищи Вопросы 34-го По 40-й По Стихе 25-я Глава Тогда Скажет Царь Тем Которая По Правой Сторону Его Придите Благословенный Отца Моего Наследуйте Царство Уготованное Вам От Создания Мира Ибо Алкал Я И Вы Дали Мне Есть Жаждал И Вы Напоили Меня Был Странником И Вы Приняли Меня Был Наг И Вы Одели Меня Был Болен И Вы Посетили Меня Тельницы И Вы Пришли Ко Мне Тогда Праведники Скажут Ему В Ответ Господи Когда Мы Видели Тебя Алчищем И Накормили Или Жаждущим И Напоили Когда Мы Видели Тебя Странником И Приняли Или Нагин И Одели Когда Мы Видели Тебя Больным Или Темницы И Пришли К Тебе И Царь Скажет Им В Ответ И Истинно Говорю Вам Так Как Вы Сделали Это Одному Из Братьев Моих Меньших То Сделали Мне Толкование Господь Господь Не Прежде Рассуждения Награждает Или Наказывает Потому Что Он Человек А Этим И Нас Научает Тому Чтобы Не Наказывать Прежде Следование Дела Таким Образом После Суда Наказания Будут Еще Более Безответны Святые Называются Благословенными Как Воспринятые Отцом Господь Именует Их Наследниками Царства Дабы Показать Что Он Делает Их Общниками Своей Славы Как Чап Своих Ибо Не Сказал Примите Но Наследуйте Как Некое Отеческое Имение Называет Меньшими Братьями Или Учеников Своих Или Вообще Или Всех Вообще Бедных Так А Всякий Бедный Потому Уже Самому Брат Христа Что Христос Жил В Бедности Замет Здесь Правосудие Божие Как Господь Воспаляет Святых А Вместе Их Благомыслие Как По Скромности Они Не признают Себя Питателями Господа Но Господь Относит Себе Самому То Что Сделано Для Бедных Вопросы По Прочитанным Стихам Мир Вам Братья Пожалуйста У вас Какой Опыт Определение Кто Бедный Или Небедный То есть Нищий Кому Подавать Рассудительность Рассудительность Должна Быть Роман Узнать Расспросить Можно Подать И Тому Кто У церкви Стоит Просит На Пьянку Что Часто Делается Потому Что Народ Ненаученный Подают Кому Попало Рассудительность Если Без Рассуждения То Тогда И Получится Так Что Будешь Давать И Не На Пользу Так Еще Что Нет Больше Вопросов Так Игнать Тихонич Что То Добавите По Этому Поводу Что Вопрос Был Задан А По Какому Вопросу Что Добавить Роман Повтори Еще Раз Вопрос Ну Я Уже Понял Спаси Христос Да Ничего Нет Нет Ничего Ну Все Тогда Идем Дальше 41 По 46 Стихи Наушники Надел Все Ясно Говорит Тогда Скажет И тем Которые По Левую Сторону Идите От Меня Проклятые В Огонь Вечный Уготовлены Дьяволы И Ангелом Его Ибо Алтал Я И вы Не дали Мне Есть Жаждал И вы Не напоили Меня Был Странником И не Приняли Меня Был Наг И не Одели Меня Болями В темнице И не Посетили Меня Тогда И они Скажут Ему В ответ Господи Когда Мы Видели Тебя Алтышем Или Жаждущим Или Странником Или Нагим Или Больным Или В темнице И не Послужили Тебе Расскажет Им В ответ Истинно Говорю Вам Так Как Вы не Сделали Этого Одному Из Сих Меньших То Не Сделали Мне И Пойдут Си В Муку Вечную Праведники Жизнь Вечную Торкование Стоящих Слева Господь Посылает В огонь Уготованный Дьяволу Так Как Демоны Безжалостные И Вражеские Расположены К нам То По причине То Прилично Осуждаются На То же Наказание Люди Имеющие Такое Свойство Из-за Своей Дела Подвергающихся Проклятию Заметь Что Бог Не для Людей Уготов Огненное Мучение А для Дьявола Но Я Сам Себя Делаю Достойным Мучения Представляя Сие Воскрепещи Человек Вот Посылаются Эти люди В муку Не за То Что Они Блудники Или убийцы Или Птичники Или Совершили Другое Такое Злодеяние А за То Что Не сделали Никакого Добра Ибо Если Внимательно Рассмотреть То Хищник И тот Что Много Имеет И Не Оказывает Милости Хотя Бый Явно И Не Делал Никакой Обиды Ближнему Все Что Имеет Он Более Надлежащее Подпищает У Требующих Если Они Не Получают От Него Потому Что Когда Он Отделил Это Для Опции Употребления Они Не Нуждались Б А Теперь Нуждается От Того Что Он Запер Сво Из Люди И Присвоил Него Себе Таким Образом Немилостивый Осужден Будет Как Попетитель Ибо Столь Многих Обижает Столь Многим Может Благотворить И Не Благотворит За Сие Это И Пойдут Такие Люди В муку Вечную Никогда Нескончаемую А Праведники Жизнь Вечную Ибо Как Святые Имеют Непрестающую Радость Так Неправедные Непрестающие Мучения Хотя Реген И баснословит Безумно Обольщая Неопытных Что будто бы Есть конец Наказанию Что Грешники Не вечно Будут Мучиться Что Некогда Очищенные Мучениями Будто Перейдут В то место Где Находятся Праведные Но Слова Господа Ясно Обличают Такую Безумную Мысль Господь Говорит О вечном Наказании То есть Непрекращаемом И Сравнивает Праведных Солнцами А грешников Сходящими Как козлу Никогда Не бывать Овцою Так и Грешник В будущем Веке Никогда Не очистится И Не будет Праведным Прямая Грешная Тьма Будучи Удалена От Божественного Света А тому Самому И составляет Самое Тяжкое Мучение Что она Удалена От Бога Можно Представить На этой Следующую Причину Грешник Удалившись По грехам Своим От Света Правды И в настоящей Жизни Уже Находится Во тьме Но Так как Здесь Еще Есть Надежда На Обращение То Эта Тьма И не Есть Кромешная А по смерти Если он Не покаялся Настанет Истязание Его Окружает Кромешная Тьма Ибо Надежды На обращение Тогда уже Нет И наступает Совершенное Лишение Божественной Благодати Пока Грешник Здесь Хотя он И немного Получает Божественный Благ Разумея Чувственное Благо Но Все Еще Он Раб Божий Потому Что Живет Дому Дому Божием То есть Между Творениями Божиими И Бог Питает И Сохраняет Его А Тогда Он Будет Совершенно Отключен От Бога Не имея Участия Ни в Каких Благах Это И есть Тьма Называемая Кромешная Противоположность Теперешней Некромешной Когда Грешнику Еще остается Надежда Покаяния Вытишь Странного В этом Мрачном Теле Посетим Просвещая Его Как бы Некоторым Светом Своим Наставлением Все Сеи Виды Любви Совершая Телесно И Особенно Духовно Итак Как мы Состоим Из двух Частей Из души И тела То есть Дела Любви Должны Совершать Двояко Глава Закончилась Вопросы По Прочитанным Местам И Также Можно По Другим Местам Священное Писание Задавайте Вопросы Мир вам Братья Роман Вот вопрос Появился Что Является Ли Грехом И Как это Подтверждается Священным Писанием Что если Вот я Рассуждаю Что Не нужно Подавать Человеку Да Который Выпевает Там Ну Грубо говоря Наркоман Да Вот Пьяница По Священному Писанию По Современному Наркоман Вот Если Я Ему Подаю То Получается Я Грешу И Как это Подтверждается Священным Писанием Него Что Не Подаю Если Я Подаю Там Наркоман Или Пьянице Да Согрешаю Как это Подтверждается Священным Писанием Так вопрос Стоит Да Да Как это Подтверждается Священным Писанием Если Такому Человеку Подают Милостыню Наркоману Пьянице У нас На сайте Православный Библейский Сайт Там Книга Поставлена К истинному Православию Но У него Надо Левой Сторонной Мышки Щелкнуть И Откроется Оглавление И Там Написано О Милостыне Там Абсолютно Все Из Библии Взято Из Святых Отцов Из Жития Святых И Канона Так что Пересказывать Тут нет Смысла Материал Очень Большой Я Много Его Собирал Там Бывает Может быть Больше Десяти Святых Отцов Что Сказали Об Этому Так что Запомните Где Это На сайте На нашем К истинному Православию На Первой Странице Все Слава Христу Так Ну еще Какие Вопросы Дополнение Может быть Хотя Сегодня Такое Огромное Было Чтение Комментарий Тут Конечно Все Уже Сказано Дополнять Той Миссию И По Писанию Ну Если Нет Вопросов Помолимся И До Воскресенья Наше Занятие Еще раз Напомню Четверг Воскресенье 16.00 По Москве Если Кто Не знает 16.00 По Москве Теперь В один И тот же Среда Пятница Воскресенье По Московскому Времени 14.00 Правильно Да Володя 14.00 Среда Пятница Воскресенье Ставим Все Для Молитвы Среда Молитвы Среда Для Молитвы Среда Сына И Пятого Истину Вожите Тя Богородицу Присноблаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наш И Честнейшую Керувин И Славнейшую Без Сравнения С И Рахим Без Истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем И Игнать Тихонович Помолитесь Любящий Наш Отец Небесный Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Спасителя Умершего За наши Грехи Понесшего Бремя Наших Грехов Мы Благодарим Тебя И Просим Услыши И Прими Нашу Молитву Громкости Нет Это Неслышно Совсем Неслышно А Да Звук Пропал Нету Звука Все Молитву Сейчас Есть Сейчас Есть Любящий Наш Отец Небесный Мы Предстали Перед Твоим Величием Чтобы Возблагодарить Тебя За все Милости Какие Оказал Нам Прошедшее Время Слава Тебе За Жертву Сына Твоего Иисуса Христа Умершего За Наши Грехи По Писанию По Обетованиям Пророческим Мужчина С точности Исполнять Заповеданное Тобою Господи Услыши Воздыхание Погибающее Под бременем Грехов Народой Даруй Духовное Рождение Свыше И Просвети Наши Вочи Дабы Мы Видели Все В том Свете Который Ты Дал Нам Ибо Ты Есть Истинный Свет И Истинное Благо Распусти Нас С миром Мужчина Господи Каждый День Тебе Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос Слава Богу Аминь Аминь Спаси Христос Спаси Христос Слава Богу Аминь У нас В конце После занятий Мы Песнопение Какое-то Поем Как уже Традиционно Сложилось Кто желает Можно Прославить Господа Какое Песнопение Предлагаю Невеста Господа Можете Найти В интернете Слова Я Прочитаю Несколько Строчек Невеста Господа Идет Спаситель Твой В венце Сияющим Чтоб Взять Тебя Открой Твои Глаза Поправь Наряд Святой Оставь Все Чуждое Встречай Христа О Церковь Божия Христом Омытая Одежды Белые Одень Свои Спаситель Твой Грядет Любовь Великая Тебя Уж Скоре Восхитит Невеста Господа Идет Спаситель Твой Невеста Господа Идет Спаситель Твой Венце Венце Сияющим Белые 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 Одень Свои Спаситель Твой Грядет Любовь Великая Тебя Тебя Уж Скоре Восхитит Тебя Уж Скоре Восхитит Любовь Белые 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 Будь кроткой с верою, иди с терпением, девизом искренность возьми себе. Не расточай свое благословение, будь совершенной в полноте. О, церковь Божия, крестом омыкая, одежды белые одень свои. Спаситель твой грядет, любовь великая, тебя уж скоро восхитит. А мы-то кровью, невинною святою, люби спасителя, ты всей душой. Готовься к встрече с ним, прекрасной и родной, придет жених, любимый твой. О, церковь Божия, крестом омыкая, одежды белые одень свои. Спаситель твой грядет, любовь великая, тебя уж скоро восхитит. Тебя уж скоро восхитит. Аллилуйя. 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 Спаси Христос. Як- student лист, вотику. Аллилуйя. Братя.